Этот снежный вал в Дюме больше подходит для игры в царь горы. На самом деле под ним скрывается путь к пешеходному переходу. Местные жители вынуждены рисковать и выходить на проезжую часть. Или просто делать крюк. Уваживатель убрали. А сейчас встречается такая? У нас в Дюме вот здесь, мы здесь только ходим. Неудобство. Да, неудобство, да, есть неудобство. Неудобство обнаружили сотрудники отделения по дорожному надзору ГИБДД УФИ. На место был вызван мастер участка. Ему пришлось объяснять, почему пешеходы натыкаются на сугроб. Здесь образован снежный вал на пешеходном переходе. Людям негде идти, люди ходят по проезжей части. Почему это не убрали? На прошлой неделе были большие осадки. Наша служба работает на максимальном режиме. Выход техники всегда максимальный. Поэтому это у нас уже запланированный участок. Сегодня, завтра это будет все исправлено. Все по плану, все по расписанию. Сотрудниками отделения дорожного надзора проводится обследование ульдорожной сети на предмет несоответствия. То есть, либо нет знаков, либо снежные валы. Сотрудник ГИБДД выписывает коммунальщикам предписание в кратчайшие сроки устранить нарушения и штраф. По статье 12.34 КОАП должностные лица заплатят до 30 тысяч рублей, юридически до 300. Если нарушения не будут вовремя исправлены, штрафы повторятся. До 50 тысяч для должностных и до 200 для юридических лиц. Напомним, снег с дорог и тротуаров должен убирать тот, кто владеет землей – ее собственник или государство. Ранее бывший мэр Уфа Ерик Елалов заявлял, что мэрия отвечает только за треть территории города. Остальное закреплено за различными ведомствами и фирмами. Недавно на сайте мэрии столицы заработала карта Уфа «Снежная». Там горожане могут оставить заявку, в том числе на уборку двора или тротуара. К обращению нужно приложить фото. В администрации обещают рассмотреть заявку за три дня.